В Чебоксарах в начальной школе номер два начались работы по ремонту плавательного бассейна. С момента его открытия, это было в 1988 году, здесь был лишь незначительный косметический ремонт в раздевалках и душевых. За это время износились и устарели все инженерные коммуникации. Бассейн перестал отвечать современным стандартам. Сема продолжит Рифат Ваткулин. Работы в бассейне начались с демонтажа старой кафельной плитки стен и замены кровли. Но большая часть преобразований будет скрыта от глаз. Полной замене подлежат коммуникации, системы гидроизоляции и водоподготовки. Кровельные работы, соответственно, начали в первую очередь. Ориентировочно за месяц мы планируем полностью закончить. Крыша была со множественными потеками, течами. Сейчас полностью мы снимаем. Мягкая кровля была, также оставляется мягкая, но самый современный материал используется техноэласт. Начинка 12-метрового бассейна будет укомплектована, что называется, по последнему слову техники. Появится умная система фильтрации и обеззараживания воды. Установят новую вентиляцию, систему кондиционирования, отопления и освещения. И все это для комфорта и здоровья маленьких пловцов. Совершенно иной привлекательный вид приобретут раздевалки и душевые. На реконструкцию будет потрачено 12 миллионов рублей. Очень рад ремонту учитель Александр Павлов. Это подстройки Советского Союза. Бассейн очень капитально построен, с умом. Очень, ну просто уже постарел. Здесь мы готовим детей, обучаем детей плаванию. Как вы знаете, все прекрасно. Особенно в летний период времени детки у нас на Волге в озерах, в океанах тонут. Поэтому мы их обучать должны плавать. Плавание – это здоровье. Ремонтные работы по графику должны завершиться в феврале. Но подрядчик планирует завершить пораньше, чтобы сделать подарок детям к Новому году.